Александр! Львиное сердце! Вантеев! Александр Вантеев, 61 килограмм, вантам вейт. 26 лет. Кандидат мастера спорта по панкратиону. Бронзовый призер Республики Беларусь по панкратиону. Победитель турниров NFG 6, NFG 8, NFG 10 и NFG 12. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Синий угол октагона. Приглашается боец клуба ЗССР Лобин Александр Гильятина Змушко. Александр Гильятина Змушко, 61 килограмм, вантам вейт. 24 года. Чемпион Кубка Республики Беларусь по панкратиону «Стальный удар». Серебряный призер чемпионата Беларуси по панкратиону. Чемпион Беларуси и Гомельской области по ушу «Саньда». И чемпион турнира по ММА BFC 46 и BFC 50. Александр Змушко, Александр Вантеев. Ну, никтейм «Гильятина» указывает на желание побеждать в партере и умение исполнять приезд «Гильятина». Уважаемые телезрители, встречайте в красном углу октагона кандидат мастера спорта по панкратиону, бронзовый призер Республики Беларусь по панкратиону, победитель турниров NFG 6, NFG 8, NFG 10, NFG 11, боец Академии ММА Минск Александр Львиное Сердце Вантеев. В синем углу октагона чемпион Кубка Республики Беларусь по панкратиону, стальной удар, серебряный призер чемпионата Республики Беларусь по панкратиону, чемпион Республики Беларусь по ушу «Саньда», победитель про-аматорского турнира по ММА BFC 46, BFC 50, Зесса Ежлобин, 24 года, Александр Гильятина. Смужко! Мне кажется, Александр напрасно взял себе такой никнейм. Получается, все готовятся к тому, что он может гильотиной задушить. А хотя, может быть, это военная хитрость. Сейчас мы узнаем. Все-таки партизанские края. Ну, у нас Алексей Олейник тоже брал себе прозвище «Удав», и при этом ничего ему не мешало проводить свои приемы. Он конкретно уже не говорит, каким именно он будет тушить. Ну, это да. Пальцы, три раунда по пять минут. Внимательно слушаем мои команды, соблюдаем правила. Корректный и красивый бой. Приветствия. Первый раунд. Ух так, Жмушко бодро начал. Да, пока не бросается в попытке взять шею на гильотину. Сейчас хорошо коленями работает Вантеев, в свою очередь, но... Тут как бы самому в гильотину не угодит. И вот Вантеев сам проводит. А, да, да, я что-то. Обратил внимание. Нет, ну ушел, ушел Жмушко. Пытается развернуть. Вантеев очень активно действует. Попытался Вантеев бросить через себя, через бедро, вернее. Ну, да, через свое бедро, в любом случае. Так что сейчас Жмушко давит. Пробивает колено. Разворачивает Вантеев. Борется активно у сетки. С переменным успехом. Вот сейчас, кстати говоря... А вот сейчас... Ну, нет, нет, не получается. Нет, не получился. Ну, захват Браун неприятный. Змушко, кстати говоря, если говорить о гильотине. Ну, хорошо Вантеев освободился. Ну и вот позиция гарда. Вантеев сейчас активно работает. Вернее, пытается наносить удары. Да, он сейчас в защите... Ну, и Змушко. Змушко находится. Потихоньку протаскивает треугольник. Здесь скорее он, наверное, пытался... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Крутит хорошо. Слушай, это очень неприятный момент. Очень неприятный момент. Ну, как здорово сработал Вантеев. А очень неприятный момент. А в какой-то момент было видно, что Вантеев даже... Мне кажется, мелькнула мысль, а не бросить ли это все. Ну, нет. Молодец, удержался. И в итоге... Что еще раз подчеркиваю, что неправильность выражения первой мысли всегда самая правильная. Не всегда. Посмотрите, если сейчас ногу вытянешь... Очередная попытка Змушко вытянуть треугольник. Так он вытянул ногу, посмотрите. Ну, сейчас здесь такая ситуация просто с рукой. Видишь, руку не может прижать. И вот сейчас надо действовать в стиле. Вот-вот-вот. И поднимать... Да-да-да. Вот так вот надо действовать. Вот именно в этой ситуации. С учетом того, что... А вот сейчас руку прижал. Сейчас худшая ситуация для Вантеева. Очень плохая ситуация для Вантеева сейчас. Но здорово он борется и здорово освобождается. Что за ситуация? Тем не менее, позиция все еще опасная для Вантеева. Очень она опасная и очень неприятная. Но сейчас уже есть возможность освободиться. Но теперь вытаскивает руку и пытается... Болевой на руку тут же... Стоя сейчас разворачивается. Я думаю, развернется. Да-да. Развернулся в Вантеев. Настоящий грэпплерский матч. Великолепный грэпплинг. Великолепные уходы. Да. И великолепно действовал каждый из бойцов. Один в атаке очень хорошо угрожал. Другой здорово защищался. Каждый показался, что... Это действительно... Это был красивый грэпплинг. Сейчас, я так понимаю, все-таки... И такое разнообразие навыков. Пытается с Мужков все-таки гильотину сделать свою, как вот он... Руку взорвли. Сорвал и навес. Ну нет, там захват уже ушел. Здорово развернулся, да, Вантеев? Да. Классно ушел. Ух, какие моменты сейчас мы и наблюдали с вами. Уважаемые телезрители, это действительно была борьба умных грэпплеров. Подсекает ногу сейчас с Мужком. И бойцы оказываются на конвасе. Сейчас может вытащить. Оно уже не так много времени остается до завершения первого раунда. Поэтому навряд ли что-то у Мужко получится. Но, по крайней мере, он его завершает, находясь... Ух ты! Ух ты! Пытается на болевом. Нет, нет, нет. Там уже Вантеев почти вытянул руку. Срывает, срывает. Срывает захват. Да, очень плохие ребята. Ой, я не вышел с захвата сейчас с Мужкой и свалился на Вантеева. Но это здесь... Продолжение боя еще у них было небольшое. Большое движение. Стороны подкручиваю справа. Правую сторону. Второго раунд готов? возобновляется бой это второй раунд вантеев идет в атаку мидл кик но подхватывает ногу сейчас в принципе ой как здорово ой какой-то посмотри опять хваста срывает теперь уже захват очень здорово ребята действуют очень интересно вот как здесь угадать победителя на пятку выходит ну нет, я думаю, не докрутит захват не получится да, Вантеев ушел ну посмотри, Змушко опять вывернулся и снова оказывается теперь в боковом контроле несколько ударов Змушко наносят сверху сейчас будем развернуться и выйти на север-юг вот уже тогда, раз уж такая позиция оказалась хороший вязкий бой очень хорошо и грамотно Змушко контролирует соперника если левую ногу сумеет просунуть, то нет, не получается закрепиться, да, не получается пытается вырваться сейчас Вантеев и возможно вырвется кстати, Давид, если вдруг кто-то, может быть, не хочет слушать так быстро комментирует, могут переключиться на английский у кого есть такая возможность и послушать, как комментирует легендарный Фрэнк Шемра и вот смотри, сейчас гильотина ну, не знаю, в одну ногу вряд ли он, наверное с контролем одной ноги вряд ли, наверное, сделает да и, по-моему, захват там нет ну, нет, здесь ничего опасного нет для Вантеева рефери поднимает бойцов возобновляется поединок и снова подсекает здорово, выходит на хилл очень редкий такой вариант, но это, как правило а вот на пятку на пятку пытается теперь выйти нет, не получилось очень ситуация меняется с Бушко сейчас пытается уже добить просто своего соперника без всяких там болевых удушающих перекручивать, посадю руку к себе, руки к себе, левую ручку подсеку хорошо, здесь работать подсеки, 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 сядь сядь на жопу, ручку возле себя еще один удар наносит Бушко и вот очередная попытка выполнить болевой да нет, здесь пятка не освобождается Вантеев уже не пройдет и теперь Вантеев уже пытается оказаться позиции постоянно меняются просто посчитать невозможно кто сколько раз кому угрожал количество приемов попыток, точнее, приемов поражает давай, 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 давай давай, на него на него, вот отсюда работает да, да, да еще, гард закроет не торопися не торопись возьми не стропися хорошо сейчас перекрутился там он оплата мама да 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 редчайший я замер замер думаю неужели доведет но нет ушел все-таки от этого редкого приема ну и уже ребята наверно решили долежать уже раунд очень интересное противостоять которое проходит фактически полностью в партере напомнило чем-то даже поединок демиана майи и бена аскрина что ж третий раунд у нас впереди и очень интересный ну получается что грейфлерский фактически поединок мы наблюдаем с ударами конечно же с ударами в партере в большей степени бойцы стараются поймать друг друга на какой-то болезнодушайся но не могут перехитрить мантеев бросается вперед и вскользь даже получилось достать я здесь действительно ребята под стать друг другу вот в отличие от поединка которая сказал ты там принципе атаковал все время один человек а то 2 просто уходил это так здесь каждый пытается поймать на болевой удушающий и в принципе как бы нет такого что один борец другой джитсер здесь оба оба греблера скорее и вот оба пытаются именно переиграть в каких-то таких тонкостях гребблерских боковой контроль смотри-ка забирается в маунт из мушку сейчас можно и сейчас можно и поработать ох и забирает сейчас может отдать боди триангл это очень неприятно всегда правда позицию при этом потерял если он сейчас на спину выправиться вот встал на спину и сейчас очень хорошая ситуация для александра знушко он заблокировал своего оппонента и просто может бить работать по голове ну тут и выбраться если просто сейчас доработать если он будет так продолжать работать я думаю что рефери остановит это просто более плотно ему сейчас а вот сейчас хорошо хорошо сейчас прилагается ванте его сейчас плохо очень приходится если он что-то не придумает то звучку заберет заберет и раунд и попытает сейчас в мушку выйти на удушающий отвлекает ударами здесь все в его силах потому что он вот очень хорошо заблокировал корпус своего соперника и вантеев просто лежит под градом ударов сейчас освобождает шею не сразу хорошо через руку вряд ли вряд ли пройдет через руку нужно сначала скинуть вот эту левую руку вот сейчас вот уже вот сейчас нет еще не опять не получилось вантеев шикарно защищается но вы не может сбросить за самое главное вот этот захват который этих ног на корпусе просто просто пропускает в одну калитку удар за ударом и наносит удар за ударом вальтеев пропускает соответственно останавливает останавливает рефери поединок наверное правильно наверно правильно там ух там есть рассечение чудовищный да очень хороший поединок не было никаких возможностей у вантеева выйти с этой позиции и нет смысла пропускать дальше даже защиту очень хороший поединок несмотря то что он прошел в партере он был действительно интересен он был постоянно менялась ситуация но третий раунд из мушку просто великолепно сумел все сделать и забил своего оппонента дамы и господа техническим нокаутом за три минуты двадцать пять секунд третьего раунда победу одержал боец синего угла александр гильотина смушку поздравляем александра смушку классный грэплинг и желаем удачи и естественно его оппоненту александру вантееву тоже классный грэплинг но немножко не хватило да отличный поединок мы с вами посмотрели смотрим более яркие моменты сейчас каскад приемов доска модной все было очень круто . 1 и и и и и и и и Продолжение следует...